Мы говорим о градостроительной политике. Наш собеседник сегодня главный архитектор Кубани, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Для застройщиков что ли более выгодно? Строить высотки-моровинники или малоэтажные дома, жилые? И что для облика города более выгодно? Как соблюдается этот баланс интересов? Я бы этот вопрос сейчас предложил разделить на две части. Первая часть касается, к примеру, исторической части города Краснодара. Это еще одна тема, которой мы занимались активно, причем она будировалась и в средствах массовой информации, и общественное обсуждение очень мощное было. Это так называемые границы исторического центра и предмет охраны исторического поселения и режим, высотный режим, регламент на территории старого города. Всем понятно, и специалистам, и не специалистам, что в старом городе, будь то это исторический центр Краснодара, исторический центр Сочи, Армавира, например, или других городов, или поселков, высотная застройка неприемлема. Достаточно просто посмотреть на некоторые объекты в центре Краснодара, которые появились за 25 последних лет, чтобы понять, что большего диссонанса трудно себе представить. Там, где застройка сформирована за 200 лет с лишним одно-двухэтажными домами, 16-18 этажные дома смотрятся как гвозди, вбитые в тело города. Дальше вбивать эти гвозди просто нельзя. Поэтому принятое решение губернаторам, он поручил выполнить разработку этих предметов охраны исторических поселений. Для всех наших исторических, их у нас шесть, включая по станицу Тамань, кстати, тоже историческое поселение, понятно почему. Для того, чтобы эту вакханалию прекратить. Потому что, я отвечаю на ваш вопрос, что выгоднее? Ну, конечно, человеку, купившему старый индивидуальный дом, выгодно его снести, на его месте поставить 16-этажную свечку. Потому что земля дорогая, потому что на этой земле он большое количество квартир построит, получит свои деньги и будет в большой прибыли. Выгодно ли это городу? Однозначно нет. И может ли себе дальше город позволять вот такое искажение его привычного облика и масштаба застройки? Конечно нет. Поэтому была выполнена очень большая научная работа, был утвержден предмет охраны, был введен высотный регламент на историческую часть города. И это правильно. Мы даже опоздали, можно прямо сказать. Это было надо сделать лет 10 назад. Но сейчас еще не все потеряно. Те диссонирующие объекты, которые будут стоять какое-то время, однозначно назад просто не повернуть. Но наведение порядка в исторических центрах, оно связано с понижением этажности, с ограничением, вот так правильно сказать. Для каждого квартала, а их 113, которые определены качестве исторических, подлежащих сохранению, реновации в нашем понимании, не замена малых домов большими, а реновацией, замена ветхих на современные, но ограниченные этажности. Вот это наш путь. Екатеринодара, Краснодара. Квартальная реконструкция, периметральная застройка, использование центра квартала, где, как правило, ничего ценного нет, под парковки, под какие-то, может быть, жилье, может быть, какие-то объекты обслуживания. Это детские сады, которых в центре нет вообще. Практически нет. Поликлиники новые. Школы, пусть небольшие. Мы еще с разработчиками проекта реновации исторической части города договорились о том, что будем использовать принцип 9 кварталов при реконструкции Краснодара. Что это означает? Когда мы проектируем квартал, его реконструкцию, мы одновременно проектируем еще 8 по периметру. Для того, чтобы это все увязать, чтобы та самая ансамблевая застройка, гармоничная, была сформирована. Тогда тут 9, тут 9, тут 9, мы охватываем всю эту территорию, она начинает жить совершенно по-другому. К этому важнейшая тема это совершенствование транспортной схемы старого города. Потому что памятники никуда не денем, значит улицу расширить невозможно. Но надо с улиц убрать припаркованные автомобили. Тогда город заживет. Чтобы их убрать, надо обеспечить. Как можно это сделать? Парковки, одно-двухъярусные, двухуровневые, подземные, полуподземные, надземные, размещать в центрах квартала. Под новыми зданиями, невысокими. Но там, тогда можно с улиц убирать автомобили. Вот это вот сейчас программу, мы сейчас начали ее всячески пропагандировать. И очень надеюсь, что найдется инвестор, или группа инвесторов, которые захочут в эту игру сыграть. Для того, чтобы, во-первых, показать и себе, и другим, что это можно делать. Но для этого нужен именно инвестор, да? Да, я думаю, что это и не дело, в общем, органов власти, заниматься коммерческой застройкой и так далее. Орган власти должен заниматься социальными объектами, инфраструктурой. А это еще один вопрос, потому что старый город, он на старых сетях, их надо менять, а менять сети в границах одного квартала бессмысленно. Если меняется, вот как сегодня по улице Красной, замена сети, да, то это протяженность на несколько километров. То есть это серьезная, большая работа. Вот это работа органов власти. А, собственно, сама застройка, это те варианты, которые архитекторы предложат, а инвесторы выберут, что им более близко, что им интересно. И я думаю, что вот этот пул инвесторов, который, вы помните, на заре идеи реконструкции старых кварталов города, он был. Он должен снова появиться. Он появится, в этом нет никаких сомнений. Потому что бесконечно город развивать территориально невозможно. Мы вынуждены будем прийти в старый город и заниматься его реновацией. Потому что вот даже 1500 гектаров, это немало, но это не так много. Ну, станет там новый район, новый город фактически. А все равно старым надо заниматься. Другое дело, что развивая новые территории, можно в единую бизнес-связку, реконструкцию кварталов и новое строительство завязать. И тогда человек строит высотные, большие дома, отвечая на ваш вопрос, где они приемлемы. Да вот в новых районах и приемлемы. Там, где можно это все сделать правильно, широко, свободно, хорошее пространство, хорошее благоустройство. А старые, там гораздо более дорогая земля и гораздо более дорогой фонд. И вот это все можно увязать в единую бизнес-модель. Вот этого мы, эти предложения мы ждем и будем помогать их разрабатывать. Для того, чтобы с одной стороны было престижно и выгодно прийти в старый город. Тоже верно. А почему вы обращаетесь к питерским специалистам? Потому что наши города схематично похожи? Не в этом даже дело. Знаете, Питер прошел очень важный большой путь вот этой самой реновации, но той щадящей реновации, которая очень пригодна для исторических городов. И вот этот опыт, который в Санкт-Петербурге наработан, он вполне применим для Краснодара, Питеринодара. Вполне применим. Заменить пятиэтажные дома в центре на высотные дома неправильно. Именно в силу тех причин, о которых я вам сказал и о которых вы прекрасно знаете. А вот, сохранив масштаб, вот этот привычный облик, заменить ветхое, морально устаревшее, физически устаревшее на современное, но то, что не разрушает структуру города, вот это вот важная задача. Я знаю, что департамент участвует во многих мероприятиях, в фестивалях профильных, например. Что представляет Краснодарский край на таких площадках? И есть ли отклики у вас? Мы очень много лет участвуем в таком, например, профессиональном главном мероприятии, как фестиваль зодчества. Это уже много лет международный фестиваль лучших архитерных произведений, конкурс по многим номинациям регионов страны в области градостроительства, архитектуры, конкурс лучших архитекторов, мастерских. Ну, это вообще такой праздник, настоящий профессиональный праздник. Но, кроме того, повторяю, это конкурс. И вот в этом конкурсе мы много лет участвуем. Последние три года получаем золотые дипломы, золотые знаки. В позапрошлом году мы получили золотой знак за как раз представленную экспозицию, посвященную комфортной городской среде. В позапрошлом, вернее, год назад мы получили золотой диплом за предложение про инновации Краснодара. Те самые, о которых я вам рассказывал. А в прошлом году золотой диплом за градостроительную программу развития города Новороссийска. Мы представили огромный макет, небольшой, а именно огромный, 80 с лишним квадратных метров, в котором представлена бухта, промышленная часть, портовая часть, жилая часть. Ну, все буквально. Плюс экспозиция, посвященная развитию города, генплан там и так далее, и так далее. Ну, в таком масштабе никто города, по крайней мере, на моей памяти не представлял еще. Хотя там прекрасная экспозиция была. Волгоградская область, Хабаровский край, ну, там десятки субъектов представляют свои программы. Крым выставился, выставился в прошлом году. Но нас выделили именно потому, что степень проработанности этого проекта была очень высока. И тут я должен сказать о нашей взаимосвязи, взаимодействии с муниципальным образованием. Вот конкретно в этом случае, при тесном взаимодействии с администрацией Новороссийска была подготовлена эта работа. И мы и выставляли его от департамента партуре Краснодарского края, это значит от края, и от администрации муниципального образования города Новороссийска. Поэтому и мы, и новороссийцы получили вот этот золотой диплом. Это была очень хорошая работа, и она всеми была отмечена как самая масштабная на фестивале. А фестиваль проходил ни много ни мало в гостином дворе в Москве, на Илинке. И это такой смотр очень ответственный. Это туда просто приехать нельзя и просто что-то выставить. Надо и принцип, у меня такой принцип, если участвуешь, побеждай. И вот три года нам удавалось это делать. В этом году мы тоже, сейчас не хочу особенно распространяться на этот счет, но мы тоже, надеюсь, выставим интересную программу. Нам есть, у нас задел очень большой. Уже заявили на зодчество, нашу экспозицию. Будем встречаться и будем делиться тем, что мы там покажем и будем надеяться, что нас заметят снова. А эти победы, дипломы и звания, они что дают? Самоуважение, уважение среди коллег, интерес к территории, инвестиционную привлекательность повышают. То есть много-много-много чего и в профессиональном плане, и в экономическом плане, и в градостроительном плане. И потом этот смотр, это обмен опытом. Потому что есть разные методики. В рамках форума традиционно проходит, например, свидание Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации. Я член этого совета уже много лет. И я вам хочу сказать, вот то, что говорят коллеги, то те наработки, то знание о предмете, которым мы обмениваемся, это бесценное совершенно. Кроме того, говоря о профессиональных мероприятиях, в которых мы участвуем, нельзя не сказать о том, которое мы организуем. это ЮГБИЛД, ежегодно, вот в этом году уже, надеюсь, все состоится, 30-й по счету, 30-я выставка. Много лет, порядка двух десятков лет, эта выставка архитектурно-строительная. Это беспрецедентный пример России, потому что выставки, как правило, специализированы. Или архитектурные, или строительные. Мы много-много лет назад решили совместить эти две темы и не прогадали, потому что, на самом деле, интерес увеличился значительно. Человек может прийти увидеть интересный проект, тут же посмотреть, из чего можно его построить, этот дом там, или какой-то коммерческий объект, переговорить с поставщиком материалов, переговорить с технологом, поговорить с архитектором, получить консультацию. Ну, плюс, деловая программа, конференция в этом году будет посвящена реализации национальных проектов в сфере строительства, ну, конечно, в основном с градостроительным, архитектурным уклоном. Приезжают очень известные архитекторы, может быть, самые известные архитекторы страны, другие мероприятия в области дизайна, потому что интерьеры тоже там представлены, материалы для отделки интерьеров, новые технологии, новейшие приемы архитектурные, отделочные, которые, кровельные материалы, ну, все, от фундамента до кровли без исключения, все. Это произойдет, начнется 26 февраля в Экспоград-Юг комплексе, и вот до 29 числа будет работать эта выставка. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю наших зрителей на это мероприятие, я думаю, они не пожалеют. Всегда считалась профессия архитектора элитной. Это по-прежнему остается на таком уровне? Вы хотите, чтобы что я ответил? Да, конечно, это элитная. Да, да, конечно. Нет ли у нас дефицитов в кадрах? Есть огромный дефицит. Это элитная профессия, тут не надо этого стесняться. Это очень сложная профессия. Неспроста архитекторов учат 6 лет, как врачей. Мужская преимущественно. Нет, не соглашусь. Последние годы женщин все больше и больше, и причем успешных женщин. Ну, самый пример показательный Заха Хадид. Она ушла из жизни очень рано, но она такое наследие оставила. И, кстати, очень успешно работает ее коллектив в Лондоне. И они, кстати, победили в конкурсе на многофункциональный центр в городе Новороссийске. Именно этот британский коллектив Захи Хадид. Уже после ее ухода. Профессия связана с двумя, что ли, существует двух ипостасях. Это искусство, потому что это однозначно вид искусства архитектуры. И это техника, потому что архитектор не может работать без связи с материалами, конструкциями и так далее. И в этом смысле ответственность двойная. И, повторяю, не просто так архитекторов учат 6 лет. И только очно, фактически. Можно повышать квалификацию, сегодня это можно, но архитектор должен и истории искусства, истории архитектуры, и технологии, и сопромат, и математику, и физику строительную. Ну и дальше я могу много-много чего перечитать. Знать, а что касается главного архитектора, я сейчас не о себе, а о главных архитекторах территорий в первую очередь. Для того, чтобы управлять этой деятельностью, человек сам должен себя уверенно в этой профессии чувствовать. Для того, чтобы предъявлять требования, для того, чтобы рекомендации какие-то давать, он должен быть практикующим архитектором. Это обязательно. Я всегда говорю, что главный врач больницы это в первую очередь врач, а потом уже главный. Тоже касается главного архитектора. Поэтому я, когда на должность согласовываю главных архитекторов районов городов, я первый вопрос задаю ваш реальный творческий багаж. Покажите его, что вы можете, что вы уже сделали, что вы планируете сделать. Потому что говорить на одном языке нужно с теми, кто тебе приносит проекты для того, чтобы ты какое-то свое заключение по ним дал. Это очень важно. И я считаю, что наша профессия с одной стороны очень важная, конечно, элитная и так далее, но недооцененная в нашей стране. Ну, представьте себе, в Германии членов, ну, по-нашему, говорит, союза архитекторов в Германии 100 тысяч. В России 12 с половиной тысяч. Представляете разницу? Почему так? Вот так сложилось. Это о недоборе. Поэтому я призываю молодых наших слушателей во-первых, идти в профессию, не бояться, а во-вторых, пробовать себя на должностях главных архитекторов, получив багаж хороший, профессиональный. А школы у нас есть, очень сильные, хорошие школы в стране, и в Краснодаре, в Кубанском государственном университете, кафедра архитектуры. Я с 2006 года председатель государственной экзаменационной комиссии, я вижу, как растет уровень подготовки. Это очень здорово. Город не может развиваться только за счет квадратных метров жилья. Город – это места приложения труда, в первую очередь. То есть, человек должен работать, уверенно себя чувствовать, получать зарплату, ее тратить в этих самых торговых центрах на развлечение, на образование, на воспитание детей и так далее. Но он должен где-то работать. Для этого любой крупный город, а тем более такой миллионный, развитый, активный город, как Краснодар, должен иметь промышленные зоны очень серьезные, перспективные. это и промышленные парки, и внедренческие какие-то технические зоны, и научные зоны, и так далее. Да, мы не такой промышленный центр, как какой-нибудь уральский город, но у нас своя специфика, и она всегда была. Точная производство, точная промышленность. Сегодня Краснодар очень активно занимает, все активнее, активнее, я бы сказал, занимает свою нишу в части логистики, потому что географически очень здорово расположен по направлению к портам, промышленным зонам, и так далее. Поэтому развитие промышленности и других объектов, приложения труда, мест приложения труда, это важнейший вопрос для Краснодара, для любого, в общем-то, города, края. В Краснодаре губернатор дал поручение особенно детально проработать этот вопрос в генплане, и на эту тему обратили особое внимание и разработчики, и мы. Предложено разместить основные промышленные зоны и логистические зоны по периметру, по периметру, на севере, на востоке, на западе, и такие крупные, ну, такие, например, как тысячи гектаров предполагается на эти цели направить. А то, что внутри города расположено, потому что вот уже почти сформировалась так называемая восточная промзона, это тоже должно жить, по моему мнению, но там немножко другая специфика. Это кратчайшее плечо для человека, который живет в городе, в центре. А промзоны в пригороде, конечно, это скорее всего вахтовым методом будут возить людей, утром собирать, вечером забирать, наверное, потому что иначе мы потоки такие туда автомобильные направим, чтобы снова будем задыхаться. организация правильной транспортной логистики к этим зонам, загрузки, потому что что такое логистический центр, огромная машина пришла, более мелкие развозят. И обратным порядком таким же образом. Задача тяжелый транспорт в город не пустить. Для этого, кстати, по инициативе губернатора проектируется, будет строиться так называемый дальний западный обход, который позволит город в направлении Крыма дорогу обвести и не пустить тяжелые машины, которые сегодня разбивают улицы, просто реально. Они сами бедные водители этих больших машин, дальнобойщики, мучаются. И город мучают своим присутствием. Вот чтобы это избежать, значит, надо вывести тяжелый транспорт за пределы города. Очень серьезный объект появится в комплексе с новым терминалом аэропорта, который напротив хутора Ленина фактически будет формироваться на этой трассе. Но тоже возможность подхода туда трамвая прорабатывается, новое продолжение восточного обхода автодорожного туда, категорийная дорога мощная должна прийти. То есть все для того, чтобы раздвинуть объекты логистики и промышленности ближе к границам города. Для того, чтобы сам город не перегружать. Тогда есть шанс его сберечь. Ну и последний вопрос, наверное, безумный. Хотя, может быть, вам его часто задают. Вообще, в перспективе возможно метро в Краснодаре? Я задам встречный вопрос. Какая необходимость нам строить метро, чтобы не быть хуже, чем другие? Я вас уверяю, те, кто связался со строительством метро, они бедные очень сильно мучаются. Екатеринбург, например, вторую очередь метро не может получить уже 20 лет. у нас есть другое решение. У нас привычный вид транспорта трамвай. Если мы во все районы города, во все направим пути трамвайные, сделаем там разворотные кольца, сделаем нормальные бесшовные рельсы, виброгасящие специальные шпалы, то, что сделали в Ницце, например. Вот мы ездили много-много лет назад на выставку МИПИМ с нашей экспозиции краевой. И на наших глазах сначала готовили маршрут, потом прокладывали рельсы, потом запустили этот самый трамвай через исторический центр одного из самых фешенебленных городов мира. Ну, Европа точно. И он живет так, как будто он всегда там был. Удобный, комфортный, безопасный, ну и так далее. Это наш путь. Во-первых, это реалистично с точки зрения технической и с точки зрения ценовой. А во-вторых, это самый скоростной вид наземного транспорта. У него выделенная полоса и надо двигаться в этом направлении. А метро это фантастика, тем более с нашими грунтами, с нашей обводненностью. Это, это вот, по-моему, по-моему, это вот просто не нужно. Хотя, это очень соблазнительная идея. Я знаю, некоторые наши коллеги горят этой идеей строительства метро в Краснодаре. Но думаю, что это даже не ближайшего будущего и не дальнего будущего перспективы. А наземное это и более безопасно в том числе. Ну что ж, спасибо вам за полноценную беседу. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.